Ростовская область вошла в пятерку регионов-лидеров по сборам по системе Платон. Плата дальнобойщиков за пользование дорогами принесла 370 миллионов рублей. И часть этих денег направили на строительство Ворошиловского моста и ремонт 19 ростовских улиц. Здравствуйте! В студии Мария Филинкова. Повестка дня на Дону. Детальное обучение. В Новочеркасском политехническом открыта лаборатория автоматизированного производства деталей. Здесь человек уже запрограммировал станок, он только наблюдает за процессом. Пикник у обочины. В Донской столице начали раздавать бесплатные обеды для бездомных и малоимущих. Спасибо. Спасибо, любочка. Давай, чай, наливайте там. Включили экологику. Первый фестиваль науки на базе ДГТУ презентовал полезные изобретения. Забыли полить цветы. Можно через интернет нажать на кнопочку и цветы польются сами. К тренажерам по пандусам. Стадион в Белой Калитве стал доступен инвалидам. На стадионы раньше приходили, но было очень трудно, потому что там подъем только по песку и было тяжело. Сейчас пандус, конечно, мы очень рады. Мы всей семьей приходим. Соседок перебросали. В первых домашних матчах сезона баскетболистки Ростов-Дона-Юфу победили Ставропольчанку. У меня в игру 30 очков было. Ну, не суть. В общем, понравилось. Первая игра, конечно, страшная, ответственная. Не хотелось подвести. Современная лаборатория автоматизированного производства деталей открыта сегодня в Новочеркасском политехническом университете. Здесь будут учиться студенты машиностроительных направлений. Гиперболические, конические, овальные детали из стали, чугуна, латуни и других материалов теперь будут изготавливать студенты ЮРГПУ. Самые разные и всего за 2-3 минуты. Лаборатория состоит из двух помещений. В одной части располагается технологическое оборудование. Это фрезерный станок для создания деталей более сложной формы. Его еще пока не запускали. А это токарный станок для обработки цилиндрических поверхностей. На нем уже успели создать около тысячи деталей. Правда, не студенты. Тренировались преподаватели. До включения станка надо пройти длинный теоретический путь. Изучить материалы, их свойства, способы резки и крепления. Потом приступать к программированию деталей, которые можно освоить как минимум за 72 учебных часа. Во втором помещении лаборатории 13 компьютеров для тренировки с такими же пультами, как на станках. Все начинается с заготовки деталей. Ее нужно обработать. Нужно выбрать инструмент, нужно выбрать саму стадию обработки. Следующее время мы начинаем обработать конкурс. И только после подготовки деталей на компьютере можно подходить к станку. Те, кто сомневается, могут проверить проект на 3D-принтере. Его студенты выиграли на техническом конкурсе и сразу нашли применение. Тренируются и на старых станках. На том оборудовании, на котором можно покрутить ручки, посмотреть, как режется стружка, как сверлится деталь. Почувствовать руками, как все это происходит. А здесь человек, уже запрограммировав станок, он только наблюдает за процессом. Опыт новой лаборатории позволит выпускникам работать на НЭВЗе, Роствертоле, Ростсельмаши. Представители Ростсельмаши как раз говорят о том, что готовы даже здесь уже присылать на работу своих специалистов для подготовки именно инженеров по станочному парку, программному обеспечению. Лаборатория еще не готова полностью. В планах приобрести установку послойного синтеза, промышленный 3D-принтер и измерительную машину. И тогда выпускники университета будут готовы к производству деталей полностью. Евгения Слинкина, Андрей Токарев, Надону. Предприятия ЖКХ будут укрупнять. К Новому году количество водоканалов в области сократят наполовину, до 60. Организацию коммунальных услуг передадут на уровень муниципалитетов, более крупным хозяйствам. Модернизацию коммунального комплекса обсудила сегодня региональная комиссия по реформированию ЖКХ. Более централизованное управление позволит улучшить качество тепла и водоснабжения. Видят власти и материальную выгоду. Укрупнение – это значит дает возможность привлечь инвестиции, более длинную сделать тарифную составляющую. Если будут тарифы увеличиваться и будет инвестиционная программа, значит мы, как область, будем субсидировать эти тарифы. Но тогда мы субсидии даем на модернизацию, а не на убытки тех предприятий, которые сегодня работают. Укрупненные районные водоканалы уже работают в 20 районах области. Итогом модернизации станет создание межмуниципальных комплексов и сокращение водоснабжающих организаций до 8. На западном развороте общественного транспорта накормят и обогреют бесплатно. Сегодня стартовала благотворительная акция помощи бездомным и малоимущим. Раздача горячих обедов и одежды, а если нужно, и консультация психолога. Спасибо, губочек. Давай мне чай наливайте там. Сегодня в меню гречка, курица и суп. На десерт бездомных балуют печеньем, хотя большинство в толпе такими не назовешь. Жилье у них есть, а вот денег на еду хватает не всегда. У Владимира Партыченко долги за коммуналку. Уверяет, что всегда платил срок, но пришла долговая квитанция с огромной суммой. Утешение историк по профессии, музыкант по призванию, находит в искусстве и мечтает прорваться на международную сцену. Написал мюзикл, называется «Мой дядя хулиган». Пишу музыку и с удовольствием пишу, потому что, понимаете ли, один я знаю идею, как это все развивалось, этот сюжет. У каждого здесь своя история, выслушать которую обычно некому. А на площадке работает психолог, с ним приходящие делятся переживаниями. Чаще всего помощь требуется тем, кто отбывал срок. Он выходит из тюрьмы, из лагеря, а его квартира уже не существует. Ее уже родственники или продали, или другие люди живут и так далее. Соответственно, у него очень большая обида на этих родственников. И они тут приходят, говорят, я там пойду сожгу, я там убью и так далее. Но, естественно, что мы, слыша такое, не можем допустить, чтобы человек на самом деле пошел и осуществил такое. День через такую палатку проходит до сотни человек. Еды на всех хватает. Продукты жертвуют неравнодушные. Помогает и отдел по церковно-благотворительному социальному служению. Готовят волонтеры Ростова без наркотиков. Для них работа – часть реабилитации. Чтобы они увидели, что есть люди, которые в более худших условиях, в более худшей ситуации находятся. У них нет дома, нет родителей. И они оказывают помощь и поддержку. В этом году кормить обездоленных начали необычно рано, до наступления холодов. Скоро будут раздавать одежду и обувь. Хотите помочь – звоните по телефону 270-08-21. Здесь ждут любой помощи. Юлия Карасюк, Юрий Бабенко, Надану. Шесть дипломов получила радиостанция «ФМ Надану» на региональном этапе Всероссийского фестиваля «Вместе радио». Ее работы заняли призовые места во всех номинациях. Ток-шоу, репортаж, выпуск новостей и тематическая программа. Марина Орлова отправила на конкурс две программы о новом ведущем «Спокойной ночи малыши» Николае Валуеве и партнерских родах. В прямом эфире дозвонилась Дмитрию Диброву, который своим присутствием поддерживал жену трижды. Кроме того, радиоведущей самой удалось поучаствовать в процессе. Мы дозвонились паре, которая в данный момент рожала. То есть это были роды онлайн. Действительно, женщина рожала, у нее были схватки. И нам удалось связаться и с ее супругом, и поговорить с ней. Супруг нам рассказал, как он вообще на это решился, что он сейчас чувствует. В итоге авторское ток-шоу «Наше все» признали лучшим на юге России. Серебро радиостанция получила за тематическую программу «Купеческий дон» и выпуск новостей. Там была информация о победе ФК Ростов, о выходе в Лигу чемпионов. Там была информация о ливневках наших после нашего потопа 30 июня. Почеркнули количество синхронов и уникальной информации, которая у нас была на тот момент. Почеркнули начитку, музыкальное оформление. В принципе, жюри очень много, что понравилось. Победителем в номинации «Репортаж» стала «Каргинская ярмарка». Второе место занял материал об общественном транспорте. Теперь журналисты ФМ «На Дону» отправятся на финал в Москву. Он пройдет в апреле. Ася Скрынникова, Юрий Бабенко «На Дону». Спектакль «Сталин. Часовщик» поставит Ростовский театр Горького. Это будет исповедь вождя с мавзолея перед судом Божьим и судом времени. На сцену выйдут его мать, жена, дети, а также соратники – Жуков, Ворошилов, Берия. По словам худрука Александра Пудина, сегодня остро ощущается необходимость яркого лидера, способного объединить нацию и ответить вызовом. А Иосиф Джугашвили – человек очень сложного нрава, избравший путь беззаветного и бескорыстного служения Отечеству. Каким должен быть показан Сталин в спектакле? Что по этому поводу думает Ростов-на-Дону? «В этом персонаже, я считаю, масса положительных черт, поэтому можно и сто, и сто. Молодежь должна знать своих героев». «Ну, он двойственная натура. И отрицательные, и положительные у него есть, конечно. Для своей эпохи он был героем, как бы. Потом он стал тираном». «Ну, Сталина не надо портить. Лучше этого не делать вообще. Я отрицаю, в общем говоря. Лучше не надо. Потому что Сталин бы этого не хотел». «Для меня это не положительный человек, потому что затронуты были корни моего дедушки. В плохую сторону. Не буду рассказывать, как, что и чего. Вы сами понимаете». «Лучше в положительное, чтобы многие узнали, что он и хороший был, и плохой.» «Для кого-то наверняка с отрицательным оттенком его деятельность воспринимается. Для кого-то, может быть, даже готовы вернуть такие былые времена». Первый фестиваль науки прошел на базе ДГТУ. «Включай экологику». Такое название придумали организаторы. И те, кто смог включить, от детсадовца до студента, презентовали научные разработки и полезные изобретения. Дарья Клеменко уделила особое внимание приставке «эко». В названии фестиваля и логично рассудила, что спасти экологию может специальная мода. Студентка сшила костюм феи из мусорных пакетов и считает, что у таких моделей есть будущее. «Дарья Клеменко» была в том, чтобы сохранить природу, помочь природе, не выбрасывать мусор. Из мусора все в одежду, и природу бережем таким образом. «Сохранить нашу экосистему, разнообразие видов, сделать так, чтобы жить в Ростовской области было удобно и комфортно. Это все те цели, на которые направлен данный фестиваль». Здесь же подвели итоги конкурса «Донская сборка». Самому юному участнику-изобретателю всего 12, а он уже придумал свою дистанционную систему полива комнатных цветов. «Если вы, например, уехали на работу или куда-нибудь еще и забыли полить цветы, можно через интернет нажать на кнопочку и цветы польются сами». Полезность – один из главных критериев оценки изобретений. Самому взрослому участнику, не поверите, 87 лет. Это приспособление Яков Полищук придумал для своего тяжелобольного друга. А после смерти товарища понял, что другим людям оно тоже может пригодиться. Так и попал на «Донскую сборку». «Протягивается перед больным, вернее, под больным. Снова, так сказать, одевается, так сказать, на это самое, одевается сюда, и он поднимается. Он поднимается, значит, можно с ним делать все, что угодно, с этим больным. Можно перестелить кровать». Возможность продвинуть свое изобретение появится у трех авторов-победителей в номинациях «Юный изобретатель», «Изобретатель-любитель» и «Изобретатель-ученый». Анастасия Натальевич, Галина Горлова, Юрий Санкин. На Дону. За круглым столом «Россия – это мы» донской молодежи напомнили об истории Дня народного единства. Студенты, преподаватели, журналисты, специалисты по работе с молодежью обсудили патриотическое воспитание, межнациональные и межрелигиозные отношения. А также вопросы единства нации и отношения к традициям и обычаям. «Мы – это имеется в виду молодежь. Молодежь, молодое поколение. И вот сегодня у нас такой круглый стол проходит. И этому предшествуют различные конкурсы, которые мы проводили на протяжении нескольких месяцев. Сегодня подводим итоги фотоконкурса «Россия» и конкурса рисунков «Молодежь против террора». Молодые люди от 14 до 30 лет должны были сделать коллективное фото на фоне достопримечательностей своей малой родины или отразить национальные традиции. Задача конкурсов – сформировать чувство патриотизма и толерантности. «Сильному государству здоровое поколение» – так называется областной фестиваль, направленный против вредных привычек. Галоконцерт провели в Донской столице в Доме народного творчества. «Здоровый образ жизни всегда связан с культурой. Если люди будут ходить на репетиции, будут готовиться, будут танцевать и петь, ну, наверное, они меньше будут задумываться о том, чтобы злоупотреблять или вообще употреблять наркотики». В течение года специальная комиссия отбирала детские концертные номера, песни и танцы по всей области, и лучшие смогли выступить на главной сцене. Открыл концерт вокальный коллектив из Цемлянска – серебряный призер прошлогоднего фестиваля. «Нам очень приятно за то, что мы такие яркие и спели нашу любимую песню, которая представляет, что самое главное в жизни – это, конечно, дети». И дети эти должны быть здоровым поколением. Всего против наркотиков и других злоупотреблений творчески выступили более 500 ребят. Есть на чем заниматься и удобнее к площадке добраться. На территории стадиона в Белой Калитве вслед за многофункциональными тренажерами появились пандусы для людей с ограниченными возможностями. Так что теперь заняться спортом здесь могут все желающие. Летом здесь собирались сотни желающих привести себя в форму. И сейчас, несмотря на плохую погоду, самые стойкие продолжают тренировки. Благодаря металлургическому заводу в прошлом году установили эллиптические тренажеры. Они укрепляют все мышцы и тренируют сердце. А самое главное – риск травм на них минимален. Стадион у нас функционирует с 6 утра и до 22 часов. Вот в этот промежуток времени практически они все время у нас заняты. То есть спортивные школы занимаются, общеобразовательные школы занимаются, а также горожане, которые приходят и занимаются. Но вот в отдельные дни пропускная способность у нас составляет в день 1200 человек. В детстве Татьяна Аркчеева упала с дерева и повредила шейный позвонок. С тех пор уже 20 лет девушка прикована к инвалидной коляске. До травмы была очень активной – ходила и на гимнастику, и на танцы. А теперь занимается на новых тренажерах и участвует в соревнованиях по настольному теннису. Конечно, на стадионы раньше приходили, но было очень трудно, потому что там подъем только по песку и было тяжело. Сейчас пандус, конечно, мы очень рады. Мы всей семьей приходим, и муж у меня бегать приходит, и дочка. Тут детская площадка есть, очень нам нравится. Подруга Татьяны, Люба Крестьянникова, во время боевых действий в Донбассе получила травмы ног. Передвигаться и заниматься спортом помогают коляска и протезы. Мы здесь недавно, в принципе, это уже два года. Ну и вот с каждым годом все равно условия улучшаются. И больницы стали, пандус сделали, и здесь уже гораздо легче. Тренажеры на спортивные площадки металлические, антивандальные, должны прослужить долго. У местных властей есть планы на следующий год увеличить количество тренажеров, постелить противоударное покрытие и расширить детскую площадку. Главное – убедить спонсора. Ася Скрынникова, Юрий Бабенко, на Дону. Далее сообщение с мест. Волгодонский завод «Атамаш» отгрузил еще один реактор для белорусской АЭС. Первый отправили год назад. Корпус реактора ВВР-1200 собрали на «Атамаже» за три года. Сегодня это самый современный тип реакторной установки, производимый в России. Для завода это второй корпус реактора такого типа, а вообще он выпустил уже 15 корпусов. Это очень длительный цикл. На протяжении всего этого цикла практически 350 точек контроля качества, из которых почти треть имеют статус так называемый «холкскоинт». Это означает, что не пройдя эту точку контроля качества, мы не имеем права, изготовитель не имеет права ничего делать с оборудованием. Впереди у реактора длинный путь в Белоруссию. Логическая задача непроста, ведь весит груз более 330 тонн. Высота его 13 метров при диаметре 4,5 метров. Новошахтинский открылся новый детский сад «Глория» на 120 мест. Построили садик по областной программе развития и образования. Стоимость проекта 74 миллиона рублей. Каждое новое здание, новое учреждение, открытие его – это действительно праздник для города, для жителей, для нас, для всех, потому что это говорит о развитии, о развитии нашего города. В ходе строительства возникали проблемы, поэтому садик сдали позже заявленных сроков. Сроки сдачи, да, сдвигались немного, но та способствовалась два года строилась, 14-15 год, но были остановки в строительстве, касающиеся зимнего периода. В игровых комнатах теплые полы. Кухня и медкабинет оборудованы по последнему слову техники. Санузлы доступны и для детей с ограниченными возможностями. Широкие проемы, специальные туалетные комнаты и пандусы. На территории детсада шесть игровых площадок с навесами и спортплощадка со специальным мягким покрытием. Теперь за прививкой или на прием к врачу с жителем Новоспасовки Миллеровского района не придется ехать в город. В хуторе открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. В нем два кабинета, один для приема пациентов, другой для процедур. В день открытия главврач Центральной районной больницы подарил фельдшеру телефон, чтобы медработник всегда была на связи. Звоните. Вы видели, да, телефон есть, так что должна на телефон отвечать. Номер тоже будет. Спасибо большое. И снова в бой по черно-белой доске. Традиционный всероссийский турнир по быстрым шахматам памяти первого президента Чеченской Республики, героя России, Ахмат Хаджи Кадырова, сыгран в Ростове. Своих пешек и боевых слонов двинули друг на друга 250 юных спортсменов. Шахматы тоже могут быть мобильной, подвижной игрой. Подвижность мысли подстегивает лимит времени всего по 5 минут каждому на партию. Так что победителя выявляют максимум минут за 13. В то время как классика может длиться и длиться часами. Мышление развивается. То есть реакция мозга быстрее идет. Мозг должен работать быстро. Поэтому надо быстро играть. На этом фестивале играют шахматисты от 6 до 15 лет в трех возрастных категориях. Швейцарская система допускает встречу на шахматном поле мужской и женской армии. Но девочек потом оценивают отдельно. Шахматную грамоту Влад Тютюников начал осваивать раньше обычной, еще в 4 года. Его дедушка тренер по шахматам, так что любовь к этому виду спорта перешла по наследству. Обыграть учителя Владу пока удается редко. Ты играешь, ты получаешь от этого удовольствие. Ты думаешь, куда ходить, как проходить. Ты думаешь, что сделал соперник, зачем он так подходил. Это очень интересная игра, по моему мнению. Перед изучением тонкости ведения шахматных баталий, начинающих шахматистов знакомят сначала с рядовым бойцом, пешкой, так как именно она начинает сражение и борьбу за центр. Начало партии – это дебют, это самое главное. Как вы разыграете дебют, так и будет партия. Дебют определяет 70% победы, подсчитали опытные шахматисты. По первым ходам можно раскусить соперника и понять, кто перед вами – новичок или профессионал. Ежегодно на Донской турнир приезжают спортсмены Юга России, Московской области, Калмыкии, Кавказских республик и, конечно же, делегация Чечни. Считаю, что данный турнир носит свой существенный вклад в укрепление дружбы между народами. Ростовская область стала абсолютно лучшей в общем зачете. Из 18 медалей гостям отдали всего 4. Олеся Слынько, Юрий Санкин – на Дону. Первые домашние игры нового сезона сыграл баскетбольный Ростов-Дон-Юфу. Свои кольца помогли. Обе встречи против соседок из Ставрополя пантеры выиграли. Но в упорной борьбе в дебютной встрече пришлось играть овертайм. Новичок клуба «Форвард» Екатерина Мощенкова присоединилась к команде лишь к пятой игре сезона. Но сразу пришлась ко двору, точнее к паркету. В первой встрече набрала 25 очков, а затем 9. И стала самым результативным игроком в составе Ростов-Дона. Первая игра против ставропольчанки из КФУ в дебюте складывалась крайне неудачно. После стартовой половины подопечные Андрея Бабичева уступали 20 очков. Но смогли догнать гостей, а затем в овертайме на кураже их и сломили 81-77. У нас третья десятиминутка периодически так получается, что мы как-то или после перерыва расслабляемся. Но вообще у нас вот уже в течение шести матчей мы сыграли все на выезде. У нас уже было два овертайма. То есть мы проиграли, все игры, которые мы проиграли, мы проиграли очень-очень мало. Во втором поединке ростовские баскетболистки сразу же завладели инициативой. Чаще выигрывали подборы, неплохо атаковали со средней дистанции. Разве что броски из-за дуги цели практически не достигали. Из десяти трехочковых попасть удалось лишь один. Но это не сказывалось на счете вплоть до третьей четверти. Хозяева довели преимущество до 20 очков и, видимо, решили, что дело в шляпе, точнее в корзине. За это чуть не поплатились и все же весь ганди-кап не растеряли. Итог 74-70. Работать надо. Работать и еще раз работать над качеством игры и, наверное, спокойствием. Потому что, введя 20 очков, я считаю, что мы должны выиграть больше 20-25 очков. И сто один дело спокойно до конца, а не так кидаться в панику. Потому что мы ведем, нам эта Ставра приняла отыгрываться. А нам не надо. Следующие встречи в Ростове уже 7 и 8 ноября против Ники из Сыктывкара. Лев Клинов, Тагир Фатахов. На Дону. В одном матче 6 шайб, в другом на следующий день ни одной. Так неравномерно выстрелили боезапас хоккеисты Ростова в Барнауле. Сначала местный Алтай был уверенно обыгранный. Хотя на два наших гола в первом периоде хозяева ответили всего за 40 секунд в начале второго, ростовчане тут же выдали ударный пятиминутный отрезок и повели 5-2. Удержать преимущество было делом техники. В итоге 6-4. А вот повторная встреча прошла совершенно неудачно. Пропустив три шайбы, Ростов не ответил ничем и сыграл третий безголевой матч в своей истории. А уже завтра играем в Смоленске с новым лидером чемпионата Славутичем. Завтра на Дону в областном Доме народного творчества гала-концерт межрегионального фестиваля национальных культур народов Дона «Дружная семья». А на сегодня это все новости. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова